На дворе 21 век, и тем не менее магия и психология уживаются на одной территории. О ненаучных практиках и спросах на волшебство говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях священник Виталий Щербаков, заведующий молодежно-миссионерским отделом Тамбовской епархии, и психолог Григорий Поляков. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Наверное, начнем с психологии, так как мы тему нашей встречи заявили о том, что магия и психология не уживаются на одной территории. Чем занимается наука психологии? Если мы возьмем дословный перевод, психология — это наука о душе. Столько, сколько существует в психологии, есть и споры о предмете, которым она занимается. Я бы, чтобы не оплодить лишние какие-то ненужные толкования, сказал бы так. Существует психика как совокупность неких процессов с точки зрения науки. Это процессы физические, химические, электрические в мирной системе, и это процессы информационные. Их можно измерить, на них можно влиять, мы знаем, как они работают. Вот я бы сказал, что психология занимается этим, а душа, это мое мнение как психолога, это что-то уже более высокое, и этим должны заниматься, мне кажется, мои коллеги-священники. Ну и тем не менее, это тонкие материи, с которыми работаете и вы, психологи, и работают священники. В чем вы солидарны, отец Виталий, и где ваши пути расходятся с психологией? Мы солидарны с нашими коллегами, тогда во многом, когда коллеги являются верующими и понимают, что человек двусоставен, когда он и физическому миру, и духовному принадлежит. Когда человек работает только с физиологическими процессами, которые происходят с организмом человека, наверное, да, безусловно, есть, когда эти процессы не сильно затрагивают душу, и человеку действительно приходит помощь, но в отдельных случаях это может быть и некая профанация помощи. В нашем народе есть замечательная поговорка «Чужая душа потемки». Вот та часть, так скажем, души, которая открыта для науки, это светлый коридор и есть темный коридор. Вот то, что у нас есть темный коридор, и люди постоянно, ну, наверное, подвергают сомнению тому, что вот у нас большая часть нашего сознания, подсознания, она не изучена. И поэтому возникает желание пойти куда-то и применить какие-то силы, которые есть вовне, и повлиять как-то на свою жизнь и на свою судьбу. Вот почему сейчас, в настоящее время, возник интерес к ненаучным практикам, в том числе и психологи, ваши коллеги их часто применяют? Вы знаете, мы с моими коллегами зачастую называем нынешнее время периодом нового средневековья, потому что вы правы, действительно, огромное количество магических практик, оккультных, причем зачастую не древних, как заявляют их использователи, а, например, придуманных фантастами вроде Рона Хаббарда или других основателей сект, сейчас применяются, к сожалению, применяются людьми, которые называют себя психологами. Государство пытается с этим бороться сейчас, устанавливаются определенные нормы, стандарты психологической профессии, потому что сейчас в России психологом может быть каждый. Я вот в прошлый раз уходила с вашего канала с практиканткой, и она мне говорит, а мне приходило предложение пройти курсы психолога за три месяца, и обещали, что через три месяца я уже начну принимать клиентов. То есть, понимаете, да? Люди учатся пять лет в государственном вузе и называют себя психологами. И люди учатся три месяца по интернету и тоже называют себя психологами. И, к сожалению, здесь нет четкой границы в нашем законодательстве, в том числе, кто имеет право себя помогающими практиками, психологами называть. Ну, почему же все-таки инструментами психолога становятся карты Таро, астрологические карты, натальные карты и всевозможные? Ответ очень простой, потому что на них повышенный спрос. Сейчас волшебная таблетка в наше информационное время продается гораздо быстрее и гораздо выгоднее, чем какие-то психологические реалии. Потому что если ты работаешь с психологом, ты должен взять часть ответственности на себя. Тебе нужно что-то делать, тебе нужно идти, стремиться, совершать какие-то шаги. И ты в ответе за то, что у тебя получится. А если ты хочешь купить волшебную таблетку, ну, тебе обещают очень много, скажут отпустить шарик там в небеса, и все сбудется. Это проще психологически. Как раз поэтому люди ведутся часто на вот эти замечательные, чудесные, фантастические и волшебные предложения, которым интернет просто заполнен. Отец Виталий, влияет ли уровень образования на доверие к ироскопам, нумерологии, астрологии? Не влияет. Не влияет. Насколько вот я владею себя тоже цифрами по оценкам психологов, ну, около 80% людей на самом деле являются достаточно вот внушаемыми, да. Тем или иные практики могут использоваться для, как ученых достаточно таких вот умных, людей одаренных, так и, в принципе, для простых. А психология человека, она очень проста. Человек хочет получить здесь и сейчас исцеление, богатство, стабилизировать свою жизнь, найти спутника жизни. Не порой желая потрудиться для того, чтобы это получить, охота это сделать быстро. И таким образом магизм, вот этот ложный магизм, он влияет очень сильно на человека, который ты хочешь получить. А спрос рождает предложение, и предложение очень много сегодня. Ну, мне кажется, у церкви такое категоричное мнение насчет гаданий, астрологов. Здесь не только у церкви, да. Русский народ не зря сказал, без труда они выйдут рыбкой из пруда. Поэтому для того, чтобы получить, необходимо, нужно приложить какие-то усилия. А когда человек не хочет прикладывать никаких усилий, да, он хочет мгновенного результата, вот этим пользуется. Ну, скажем, давайте откровенно, как шарлатана, так и люди действительно, имеющие взаимосвязь с духовным миром, но отнюдь не тем, которые хочет человеку помочь и спастись. То есть, таким образом, все-таки другой духовный мир есть, и он каким-то образом может оказать на нас влияние. Если человек, если у нас есть мир божественный, мир ангельский, то мы знаем, что у нас есть и мир демонический. И человек не может быть статичен. Человек может быть богоподобен, человек может быть дьяволоподобен. На середине человек никогда не может остановиться. Он всегда идет в какую-то из этих двух сторон. И вот в зависимости от того, в какую сторону направляет человек свои усилия, он получает тот и иной результат своей жизнедеятельности. Григорий, что такое в природе человека? Почему он все-таки обращается и хочет знать наперед свое будущее, получить какую-то инструкцию, как правильно себя вести в жизни? У человека есть такой феномен, как тревога, который, к сожалению, сопровождает нас от рождения до смерти. Мы всегда тревожимся, что будет завтра, что произойдет через год. А нынешнее время — это время огромных информационных потоков, которые очень сильно психику дестабилизируют. И поэтому современный человек — это практически всегда невротик. Современный человек — это человек тревожный и боящийся. И он хочет ухватиться за любую систему поддержки, которую ему предложат. То есть современному человеку нужен костыль, нужна какая-то опора, чтобы в этом мире выживать, не тревожиться от этой тревоги, не сходить с ума. И зачастую люди в качестве костыля выбирают что-то, не являющееся качественным и не являющееся научным. — Если человек ищет поддержки в церкви, в чем она будет заключаться, отец Виталий? — Поддержка в церкви будет заключаться в том, чтобы человеку показать, что у него в данный момент настроено правильно, а что неправильно. Я не зря сказал о двусоставности человеческой природе, материальной и духовной, которые очень с вами связаны. Вот смотрите, ведь наука не апеллирует таким понятием, как грех, а религия, вера апеллирует. Но это же напрямую связано с организмом человека. Например, человек страдает грехом раздражения. Это отображается на нервной системе, безусловно. Человек страдает чревоугодием. Это отображается на пищеварительном тракте, сердечно-сосудистой деятельности, безусловно. Если мы парем по всем грехам, которые мы знаем, о котором подвержен, может быть подвержен человек, не факт, что он подвержен, но может быть подвержен, мы увидим, что они напрямую оказывают прямое влияние на то физиологическое состояние, в котором человек находится. И таким образом помочь человеку разобраться, а почему у него проблемы с этим, с этим, или с тем каким-то или иным фактором, мы можем, пройдя, откуда эта проблема началась, когда она началась, вот выстроить правильно вот эту цепочку, показать человеку, как это справить, прежде всего внутри себя духовно, а потом уже физически, да, вот это прежде всего наша задача. И, конечно же, наша задача с человеком показать, что Бог, Он не судья, который наказывает, а Он Отец, которого разумляет и желает здравия, помощи и спасения каждому из нас. А почему сегодня возник вообще такой спрос на волшебство? Потому что люди хотят решить свои проблемы, как сказал Отец Виталий, быстро, здесь, сейчас. А волшебство предлагает именно такой метод решения проблем. То есть, если мы говорим про научную психологию, у человека есть проблема, у него есть раздражительность, как в этом же примере. То, что предлагает психолог? Понять, познать причины раздражительности, почему ты раздражаешься, что в тебе не так, что ты можешь изменить в своем взгляде на мир, в себе самом, в своем поведении, так, чтобы тебя раздражительность отпустила. А волшебство предлагает заплатить мне деньги, прямо сейчас я щелкну пальцем, отправлю волшебный шарик в небо, и все пройдет у тебя. Последняя история с известной блогершей Блиновской. Она получила всеобщую огласку, и мы знаем, что у человека были миллиардные выручки на том, что она рекомендовала своим клиентам послать запросы в Вселенную, и Вселенная таким образом одаривала всех ее клиентов. Что же на самом деле происходит? Психологу так легко деньги заработать? Психолог, как я всегда говорю, это не та профессия, в которой можно рассчитывать на заработок больших денег, если ты работаешь честно. Давайте сразу это признаем. Но есть лукавая возможность зарабатывать совершенно огромные деньги, если ты перестаешь быть психологом и становишься тем, что называют сегодня инфогуру. Вот Блиновская – это классический вариант таких инфогуру. У нее очень хорошее профильное образование, она бухгалтер, то есть она мастерски умеет иметь дело с деньгами. Она прошла много различных курсов психологических на своих марафонах и тренингах в онлайне. Она дает базовые системы постановки целей, движения к ним и так далее, и в качестве специй посыпает этот продукт такой популярной эзотерикой. И люди готовы это покупать, к сожалению. А чем опасны эзотерические практики, всевозможные гадания? – Повреждение духовной природы человека через это повреждение физиологической природы человека. Мы, еще раз, мы не просто верим, мы знаем, что тот демонический мир, который человек, пытаясь, сам не зная об этом, проникнуть, он никогда не остается безразличным к человеку. Есть такая поговорка, чем больше мы взглядываемся в бездну, тем больше бездна взглядывается у нас. И поэтому, когда человек пытается идти по пути эзотерики, он заключает гласный или негласный договор как раз с силами дьявольскими, цель которых — погубить человека в вечности. И поэтому у человека даже при внешней, порой, благополучности все равно остается чувство уныния, тревожности, постоянного чего-то недоделания. И человек порой в результате этих практик впадает в гораздо худшее состояние, чем до того, как он решил решить свои проблемы с помощью этих практик. Люди отмечают, что временный эффект, они отмечают, что временное улучшение, например, материального положения, состояние здоровья. Это мы как можем объяснить? Мы это можем объяснить тем, что улучшив в одном, человек может потерять десятикратно в другом. Например, были случаи, когда даже медицинское, допустим, кодирование помогало человеку, который страдает алкоголизмом. А потом человека возили куда-нибудь, там заговаривали водичку, человек попивал воду и переставал выпивать. Но он человек становится жадным, раздражительным, злым. И в конце концов, семья порой страдала намного хуже, чем до того, как они возили, допустим, к какой-то целительнице или целителю. Мало того, бывают случаи, когда люди в результате этих действий, ожесточившись, не видят перед собой дальнейшей перспективы, заканчивают жизнь суицидом. К сожалению. Я бы еще сказал, отвечая на один из предыдущих вопросов, что существует очень опасность, большая для психолога, начать думать о том, что ты занимаешься не механизмами, а ты занимаешься душой. Почему? Потому что, например, в духовном мире, моего уважаемого коллеги, есть какие-то правила, есть границы, есть какие-то догмы, есть постулаты. То есть там есть целая система духовных знаний, а в психологии этого нет. И если психолог решает, да, я гуру, да, я работаю с душой, я сейчас буду регулировать, например, как многие заявляют, духовную эволюцию человечества, ни много, ни мало. Чем такой психолог руководствуется? Только тем, что он сам выдумывает для себя. То есть он сам себе ставит границы, он сам себе ставит какие-то преграды. И по сути преград нет. И это очень большая опасность для психолога уйти по пути вот этому и стать таким образом гуру, прежде всего в собственных глазах. Можно два слова буквально еще? Вот посмотрите, вот мы, Коля, уже зашли вот о блоге, о интернетах. Ведь в интернете огромное количество, миллиарда людей, да, но не все из них миллиардеры или миллионеры, да. Поэтому давайте говорить прямо о том, что любой миллиардер или миллионер в интернете это чей-то проект. Это проект, в который вложились очень серьезные дяди или тети, да, которые хотят. Мы с вами можем посмотреть, что эти проекты интересны до того момента, пока они выгодны этим дядям или тетям, да, которые стоят, или там группе какой-то корпорации. Сейчас проект, например, Моргерштерн практически закрыт. Сейчас проект Даня Милохин практически закрыт. Они свое отработали, они свое сделали. Блогеров, наверное, тоже не просто так сейчас арестовывают и ведут под суд, возбуждают дела, да. Эти проекты сыграли свою роль, и сейчас пора переходить на какие-то другие, более выгодные. Поэтому интернет – это еще и средство, да, такого вот, ну, массового, скажем так, оболвания людей. Интернет сегодня предполагает две вещи. Ты можешь согласиться или не согласиться с информацией, которая дается в интернете, но ты ни в коем случае не должен перепроверять информацию, которую тебе дает интернет. Ты можешь сказать «да» или «нет», но не перепроверяй, иначе тебя начнут банить, иначе тебя начнут там какие-то комментарии писать, ненужные и так далее, и так далее, и так далее. Вот во многом, в том числе и в интернете, такая настройка имеет место быть вот по одурачиванию, оболванию людей. И в плане той же самой Блиновской известно всем, что было очень много скандалов с удалением отрицательных отзывов о ее марафонах. На самом деле, что она дает? Она дает постановку целей, она дает систему мотивации, она дает обычные психологические штучки, но продает это очень дорого. И я могу сказать, что в своем роде, да, это блестящий проект, это блестящий результат, в том плане, что Елена Блиновская исполнила свое главное желание, она стала миллиардером. А посмотрите на ее учеников, сколько миллиардеров она воспитала. У нас давно уже просто мы бы летали на Марс, оставили в другие планеты, если бы все ее ученики тоже начали зарабатывать хотя бы миллионы, если не миллиарды. Но она свою мечту стать очень богатой женщиной, она ее исполнила. Ну, так где же тогда найти хорошего психолога, к которому прийти как профессионалу, и психолог не уведет меня, так скажем, в дебри и в потемки? Прежде всего, нужно предъявлять требования к психологу такие же, как мы предъявляем к любым другим товарам или услугам. Если вам нужен психолог, прежде чем с ним работать, пожалуйста, убедитесь, что у него есть образование. И желательно, чтобы это было образование государственного вуза, поскольку в государственном вузе есть опять четкие критерии качества образования. Желательно, чтобы это было, мы понимаем, очное образование, чем заочное, это лучшее. Желательно, чтобы у психолога была практика. Если у вас какая-то проблема, спросите, скажите, пожалуйста, дорогой психолог, а сколько случаев с такой проблемой у вас было и скольким людям вы помогли? Я считаю, что можно обращаться к психологу, если у него есть опыт от 10 случаев и больше. Но иногда опытные психологи предлагают на своих сеансах провести раскладку на картах Таро и какие-то, я не знаю, там, выводы сделать. Вот карты Таро они используют для чего? Или мне кажется, не все ими настолько владеют, они просто их используют как метод ассоциации. Может такое быть? Вообще говоря, с точки зрения психологии, опять, по крайней мере, то, что я называю психологией, карты Таро, это абсолютно ненаучно, несерьезно, это, знаете, как, ну это просто по поводу отъема денег у населения с моей точки зрения, да. И я, честно сказать, не знаю вот таких хороших психологов, которые занимаются картой Таро. Да, Таро сегодня очень популярны. Это очередная модификация волшебной таблетки. Возможно, тоже чей-то проект, чтобы это было модным, чтобы это было интересным и так далее. Как-то так. Существуют всевозможные ритуалы. Они сопровождают нас, ну, и даже в повседневной жизни, когда мы встаем, у нас утро построено по определенному распорядку, это тоже своего рода ритуал. Вот чем опасны и полезны ритуалы с точки зрения психологии, с точки зрения церкви? Вы знаете, однажды преподобному Сарафиму Старовскому спросили, говорит, батюшка, как не верить в приметы, они же сбываются. На что он ответил, вы не верите, они сбываться не будут. Вот, если человек идет по улице, видит, что ему дорогу переходит черная кошка, ну, идет животное, красивое, идет ловить там мышей по своим кошачьим делам. Человек на него обратил внимание, прошел и так далее. Если человек начинает зацикливаться, это кошка, надо пойти по другую улицу, там поплевать через плечо и так далее, и так далее, да, то обязательно что-нибудь произойдет, что он потом сопоставится с этой кошкой, понимаете, и начнет верить и верить и верить, и примет вокруг себя, плодит огромное количество, чем создает, прежде всего, себе проблемы. Поэтому, безусловно, вот, нужно понимать, что мы, безусловно, вот, Бог каждому человеку дал свободу воли, свободу воли. И вот куда мы применим нашу свободу в волю? Мы ее применим в нашу свободу, какую Бог дал, или, наоборот, в несвободу, когда мы себя окружим всякой условностью, и будем этой условности следовать. Вот тогда мы становимся, на самом деле, рабы, сами себя и вот этих своих условностей. Поэтому, конечно же, вот, есть определенные, ну, что опять понимать под ритуалами, да, встать и уступить, да, место в автобусе женщине беременной или немощному. Это ритуал, да, это такой тоже ритуал, но это полезный, да. А вот, значит, после того, как ты соль просыпал, там бегать, там, не знаю, там, руки заламывать и кричать, что у меня все будет плохо, это ритуал, нет, это уже вот некое даже такое вот, наверное, одно из форум, ну, может быть, слабого, но безумия. То есть, по сути, вот эти все ритуалы, даже не ритуалы, а приметы, в которые мы верим, например, кошка перебежала, соль рассыпали, мы задаем себе программу и подключаемся к той программе, которая нам вовсе не нужна. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Да, и продолжая разговор про ритуалы, я бы позволил себе процитировать очень-таки интересные слова «Алиса и Алиса» из сказки про Буратино. Ну, как мы знаем, у населения есть деньги, в том числе есть деньги на какие-то психологические услуги. Так вот, Лиса Алиса сказала потрясающую вещь. Мы не сторонники разбоя. Для глупого не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Поэтому различные ритуалы, различные практики, коучинга современные, различные варианты личностного роста, это просто какие-то действия, которые убеждают человека в том, что он чего-то достиг. Мы опять сейчас говорим про теневую сторону этого процесса, потому что есть и, скажем так, настоящие качественные практики личностного роста, к сожалению, их меньшинство. И с точки зрения такой широкой, ритуалы помогают человеку структурировать свое время, избежать тревоги, но и избежать того, что надо думать. Потому что современный мир не способствует тому, чтобы человек думал в целом. Современная реальность способствует тому, что люди перекладывают ответственность на кого-либо, на инфобизнесмена, на какой-то волшебный коучинговый курс, на какую-то волшебную вселенную. Кстати, тоже интересный вопрос. Я очень многим людям, которые используют это модное трендовое выражение, я послал желание во вселенные, я спрашиваю, что такое вселенная? Ты мне можешь сказать? Это, например, там черная дыра в центре нашей галактики, или это квазар Г-176, или это планета Плутон. Как все говорят, это мироздание, это совокупность всего того, что находится вокруг нас. Оно способно мыслить, осознавать себя. Отец Виталий, развенчайте наши все эти мифы, которые... Здесь, знаете, можно сказать, как бессознательная природа могла создать сознательного человека. Ведь на самом деле в мире все устроено очень разумно. И мы знаем, что любое отклонение от этой разумности сделало бы невозможным современный окружающий мир. Поэтому, безусловно, есть разумное существо, которое имело план мироздания, которое дало закон на это мироздание, и по этому закону мы живем. Мы называем его Бог, мы знаем его ровно столько, насколько Бог позволяет нам себя познавать. Поэтому мы веруем и исповедуем. Это мы знаем, что Бог действительно для человека очень близок, как и человек близок для Бога. Мы знаем, что в определенные моменты, на определенные, скажем, категории, например, допустим, с нашей точки зрения физической, как объяснить, что наша огромная планета, Земля, удерживается Солнцем в рамках Солнечной системы, а пролетающие кометы не удерживаются, которые кратно меньше Земли по своему объему. Почему на них Солнечная система наша, допустим, не действует? Они просто пролетают и улетают куда-то далее. Мы можем с учеными сколько угодно говорить о том, как возник мир и дойдем до некой точки, которая взорвалась. А точка откуда взялась? А точка откуда взялась? Ни один ученый пока этого объяснить не может. Мы открываем законы, которые установлены для этой Вселенной и говорим, что мы познаем. Познаем. А кто установил эти законы? Если есть законы природы, физики, химии и так далее, то кто законодатель в конечном итоге? Безрассудная и нерассуждающая природа? Да ну, тогда мы сами себя уничижаем. Тогда мы сами себя уничижаем. Поэтому я еще раз говорю, мы безусловно знаем, что есть мир высший, есть мир падший, и человек сам определяет, с каким миром ему взаодействовать и в какой мир ему в конечном счете идти. Еще бы хотелось добавить, что есть очень такая лукавая магия общих слов. Могу привести в качестве аргумента очень интересный эксперимент, который был проведен в 1948 году, в 20 веке. Ученые, психологи взяли студентов-психологов и студенты прошли некий тест, в котором отвечали на вопросы. После этого студентам дали описание своей личности, в котором были примерно такие слова, что вы человек достаточно чувствительный, у вас развитый интеллект, но иногда другие люди делают вам больно. У вас высокие амбиции, тем не менее, иногда из-за своей лени вы откладываете важные шаги на потом. Ну и так далее. То есть, вот обратите внимание, то, что я сейчас сказал, это исключительно общие фразы. По-моему, это общие характеристики, которые подойдут любому человеку. Подойдут любому человеку. Но студентам сказали, что это именно ваш тест, ваш результат. Потом их спросили, насколько это соответствует тому, как вы себя знаете. И совпадение было до 95%. Особенность эксперимента была в том, что психологи раздали всем один и тот же текст. То есть, абсолютно разные люди с абсолютно разным темпераментом, психическими склонностями, талантами опознали себя вот в этом общем тексте, который был общими словами построен. Это принцип гороскопов, которые говорят примерно следующее, что если вы будете есть качественно здоровую пищу, то вы будете здоровы. А что если вы будете лезть под машины сегодня, то у вас может быть какая-то опасность. Это называется эффект бармума в психологии. Был такой очень интересный авантюрист и в какой-то мере аферист Финиас Барнум в 19 веке, который разработал такой принцип, мы его знаем сегодня, что если ты считаешь, что это описание, какая-то характеристика, она прям сделана персонально для тебя, если ты доверяешь источнику этой характеристики, и там более-менее общие слова, то ты, конечно, признаешь ее своей. Это тоже позволяет зарабатывать в 21 веке, когда мы летаем к звездам, когда мы пытаемся осваивать Солнечную систему, это позволяет зарабатывать астрологам. Хотя, казалось бы, что говорят современные ученые, меня еще в школе поразил этот аргумент, и я до сих пор удивляюсь, почему люди считают гороскопы. Вы знаете, ведь свет идет до Земли с скоростью 300 тысяч километров в час. То есть, ученые говорят, по сути, все эти звезды, созвездия, которые мы видим сегодня на нашем небе, это просто мгновенный фотоснимок того, что было много миллионов лет назад. В настоящее время все созвездия расположены совершенно по-другому, но мы не можем увидеть как, потому что свету требуется миллион лет для того, чтобы расстояние до Земли преодолеть. А астрология современная базируется, любая школа астрологии базируется на том, что вот эти вот созвездия, которые мы видим, они якобы на самом деле то, что мы видим. Это очень интересная особенность. Но у нас ведь свет солнечно не может до конца Марианской впадины пройти, понимаете? А тут 9 километров. А как он там проходит? Миллиардные-миллиардные там, я не знаю, там парсеки, да, там расстояние, которое окружает. Ведь мы же опять, ведь все, что мы вокруг создаем, это условно. Это очень условно. Вот. Мы не знаем, где граница Вселенной. Мы не знаем, сколько галактик. Мы не знаем, сколько звезд, да? Но при этом мы считаем, что мы вообще вот точно этим всем владеем и можем сказать, как это влияет на природу человека. В завершении нашей программы давайте дадим такой небольшой рецепт нашим телезрителям, как все-таки не попасть и не увлечься околонаучными практиками, которые будут неполезны в душе и с точки зрения церкви, и с точки зрения психологии, как науки, которая изучает такие тоже тонкие материи. С точки зрения психологии, если вы хотите воспользоваться какой-либо психологической коучинговой практикой, практикой личностного роста, то вы должны понимать, как это работает. Если вы не понимаете, как это работает, вы рискуете тем же, что рискует посетители знаменитого семинара «Как за вечер заработать миллион». Есть такой очень интересный анекдот. Пришли 100 человек на семинар «Как заработать миллион». И ведущий такой гуру современной психологии говорит им, скажите, пожалуйста, сколько человек присутствует в зале? Ему говорят, 100 человек ровно присутствует. Он говорит, а сколько вы заплатили за этот семинар? 10 тысяч. Он говорит, отлично, 100 человек заплатили по 10 тысяч, вот я сегодня заработал миллион, до свидания. Вот чтобы не впасть в такие опасности, нужно понимать, как работает та практика, к которой вы прибегаете, и избегать волшебных таблеток. Потому что современный человек, это человек с клиповым сознанием, с сознанием, которое не хочет разбираться в деталях. И именно на этом основаны многочисленные стратегии и тактики современных кота Базилио и Лисы Алисы, которые выманивают из карман граждан те самые золотые сольда и становятся миллиардерами в результате этого. Я думаю, здесь вполне уместны слова преподобного Сарафима Саровского «Стяжи себе двухмирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Проблемы, которые нас окружают, они порой не из-за того, что мы плохие или вокруг себя плохие, а потому что порой мы не можем рассмотреть, где мы хорошие, а где мы что-то делаем не так. Поэтому, конечно же, нужно настроить свою внутреннюю жизнь, свою душу на правильное восприятие действительности, и тогда мы увидим, что, да, действительно, вот наше окошко напротрется, и солнце за ней вполне себе сияет. Спасибо большое. На время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был отец Виталий Щербаков и психолог Григорий Поляков. Спасибо. 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 Это была программа «Качество жизни». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова